добрый день друзья сегодня мы рассмотрим с вами оверлок серуба 747 и разберем чем он отличается от других оверлоков и какие у него преимущества первое что сразу бросается в глаза это утопленный стол благодаря тому что рабочая поверхность находится вровень со столом вам будет всегда удобно работать как с большими изделиями так и с каким-нибудь маленькими деталями потому что все всегда будет вровень с вашими руками вровень со столом то есть не будет провисаний ткани и не будет заживаться ткани всегда будет идеальный результат покупаю утопленный стол многие переживают что неудобно будет заправлять и обслуживать оверлок но это абсолютный миф не стоит этого бояться потому что стол оснащен откидной частью и мы получаем полный доступ для регулировки длины стежка заправки чистки и смазки пленный стол оснащен отверстием для отвода мусора то есть во время работы весь мусор будет отводиться но в специальный контейнер который вы поставите заранее и не будет образовываться лишняя грязь также сюда можно подключить специальный пылесос который будет вообще отсасывать полностью пыль и мусор обрезки с ткани время работы ну а теперь давайте я вам покажу как регулируется длина стежка дифференциальная подача в оверлоке серуба смотрите здесь есть специальный рычажок который мы нажимаем и открывается вся подноготная оверлока здесь регулируется дифференциальная подача что такое дифференциальная подача дифференциальная подача это с какой скоростью Работают нижние рейки. То есть ткань можно как присборить, так и растянуть в зависимости от того, какой вам нужен результат. Следующее. Здесь есть регулировка длины стежка. Давайте я вам расскажу, как регулируется длина стежка. Это будет актуально практически ко всем промышленным оверлокам. Мы нажимаем кнопку и начинаем крутить маховое колесо. Крутим. Чувствуем, когда оно провалилось. И, соответственно, здесь уже можно регулировать длину стежка. Здесь расположены насечки длины стежка. То есть выбираем нужный, тестируем, проверяем, если все подходит, то приступаем к работе. Еще расположены на корпусе. Нити-натяжители. Регулировка давления лапки. В этом окошечке мы можем посмотреть уровень масла. То есть здесь показывает уровень масла. Масло заливается в это отверстие. И вот здесь, с левой стороны, сейчас я чуть-чуть приподниму. Масло сливается. То есть мы ослабляем болт и сливаем отработанное масло. Здесь вынесен пульт управления двигателем вот сюда, вот так вот под стол. Ну, я думаю, тут видно, что двигатель прямой, расположен сразу в голове оверлока. А регулировка, пульт управления двигателем вынесен вот сюда для удобства. То есть здесь регулируется скорость, с какой оверлок будет шить. Подсветка включается, выключается. И позиционер иглы. Позиционер иглы – это в каком положении остановится иголка во время шитья. Окончание шитья в нижнем положении в ткани или в верхнем положении ткани. На этом оверлоке расположена защита для глаз. И под этой защитой прячется вот такая вот подсветка для оверлока. И хочется отметить, что даже перед иголками есть схема заправки, цветовая схема, благодаря которой вы не запутаетесь. Также схема расположена на внутренней крышке оверлока. Цветовая схема. Каждый этап заправки отмечен своим цветом. То есть, грубо говоря, верхний петлитель отмечен желтым цветом. И мы следуем наметокам желтого цвета. И нижний петлитель зеленого цвета. И мы также следуем по зеленому цвету. Благодаря цветовым маркерам и схеме заправки, с заправкой оверлока справятся даже начинающие пользователи. И давайте протестируем оверлок Серуба. Первое, что мы возьмем довольно-таки простую ткань для оверлока, это поплин с небольшим стретчем. Ну, мы с него, в принципе, начинали. Давайте еще, чтобы вы увидели, как он справляется. Вот такая строчка. Ну, на мой взгляд, довольно-таки идеально. Следующая ткань у нас, футер с начесом. Сейчас очень актуально. Забыл рассказать, что на оверлоках две педали. И за что отвечает каждая педаль? Маленькая педаль отвечает за подъем лапки. Давайте посмотрим. Я нажимаю и, ой, чудо, у нас поднимается лапка. Нажимаем на педаль большой и оверлок начинает шить. В оверлоке плавная работа. То есть, чем мы меньше нажимаем на педаль, тем он медленнее шьет. Чем сильнее нажимаем, тем быстрее он шьет. Сейчас максимальная скорость у нас выставлена 2400 оборотов в минуту. Ну и пробуем футер с начесом. Ну, кусочек маленький был. Чуть-чуть зашел на старый шов. Ну, вот такой вот результат. Вполне достойный, очень красивый, аккуратный стежок. Пробуем трикотаж. Футер двухнитка трикотажная. Ткань. Такой стежок. И пробуем тонкую бельевую сетку. И хочется отметить, что этот оверлок может работать как трехниточный, так и четырехниточный оверлок. Так, сетку я бы, конечно, рекомендовал бы сшить трехниточным швом, потому что будет более аккуратно и ткань не будет собираться при шитье. И вот бельевая сетка. И заметьте, мы не меняли никакие настройки оверлока. И настройки оверлока мы не трогали, шили все на одинаковых настройках и получили вот такой вот результат. Конечно, можно подстроить и получить еще лучше, потому что мы можем видеть здесь небольшие воздушные петли. Но это устраняется благодаря настройке. Самое главное, что оверлок не собрал, не заживал, несмотря даже на то, что это четырехниточный шов. И у нас есть специальное предложение для вас на оверлок C-RU-847 с закрепкой. Скидка 20%. Ссылка на оверлок будет в описании этого видео. Если у вас есть вопросы, задавайте в комментариях. Не забывайте подписываться, для нас это очень важно. Писать свои пожелания, что вы хотите узнать. Не важно о Серубе, Авроре, о любом производителе, о любой машине. С удовольствием снимем для вас персональный ролик.